И дальше-то мы поговорим о чем? Если до этого у нас были тут элементы про стресс и так далее, дальше подумаем, с одной стороны, про отпуск, с другой стороны, про отпуск на Марсе. Вот интересно, отправимся ли мы туда когда-нибудь, когда это произойдет, и вообще, что с полетами на Марс, у нас как обстоят дела, ну и про это посмотрим, насколько это фантазия или все-таки что-то возможно. И у нас спикер готов, под ваши аплодисменты выйдет на сцену космический инженер и сооснователь Space Ambition. Марат Айропетян. Друзья, всем привет, очень рад сегодня с вами находиться. Почему? Много сейчас программистов здесь, друзья, из разработки. Есть кто-то? Почти все. Почему для меня это важно? Потому что я свою карьеру в Роскосмосе начинал как раз как разработчик. Но возвращаясь к вопросу о поиске себя, о поиске своего назначения в жизни, понял, что это немножко не мое, и стал другими разными задачами заниматься, в том числе выступать, рассказывать про космос. Ну и как раз это перевело меня к тому, что я оказался участником марсианской миссии, и оказывается, несмотря на то, что полеты на Марс, кажется, что это совсем не скоро и вообще даже не в нашей жизни, но люди уже очень активно готовятся к полету на Марс, и я расскажу немножко про опыт, то, как у меня это все происходило. Друзья, а кто бы вообще хотел полететь на Марс? Вот, поднимите руку. Класс! Сколько энтузиастов! Это меня радует. А кто готов был бы отправиться в один конец, строить там колонию и больше никогда не вернуться на Землю? Ну такие тоже люди есть, но зря вы так. Там, конечно, интересные сейчас на Марсе события происходят. Друзья, люди очень давно исследуют космос, да, полет Гагарина, 61-й год, и у Гагарина может встать вопрос. Друзья, где вы были 70 лет, почему вы до сих пор не добрались до Марса? Вот немножко об этом мы с вами поговорим. В принципе, важно понимать, что космонавтика изначально зарождалась не как что-то мирное, да, что не так, что мы сидим, а давайте-ка Гагарина в космос отправим. Конечно, космонавтика изначально рождалась в рамках Холодной войны, и только-только сейчас люди пришли к тому, что логичный шаг для движения в космосе дальше — это покорение других планет, да, то есть изначально это все-таки было как Холодная война. И поэтому только-только сейчас мы научились жить в космосе, и следующий логичный шаг — это как раз осваивать другие планеты. Ну и хочется спросить, друзья, а у нас на Земле очень много разных проблем, понятно, и землетрясения, наводнения, пожары, что у нас только не происходит. Зачем нам тратить миллиарды рублей на космос, друзья? Что каждый человек получает из космоса? Какой космической технологией вы пользуетесь каждый день? Есть мысли? Космическая связь была когда-то на самом деле, сейчас она используется только в каких-то двойного назначения. GPS, конечно, навигация, особенно в центре Москвы, да, проблемно без этого. Что еще? Сковородка, которая пришла к нам из космоса. Какие еще сервисы, друзья? Детское питание, что-то еще? То есть, смотрите, в целом можно разделить профит от космоса на два этапа. Первый — это сервисы, которые мы получаем из космоса, и второй — это технологии. Самое простое, да, это технологии, которые косвенно приходят к нам из космоса. Пару примеров приведу. Есть кто-то, кто в Air Max сегодня пришел в кроссовках Nike? Нету? Обычно есть. В кроссовках Air Max используется как раз технология, которую космонавты использовали в скафандрах для амортизации. Да, то есть вот такой трансфер технологий. Одна из историй, которая меня больше всего поражает, это, значит, для американских шаттлов создавались специальные двигатели. И технологии турбонасосного агрегата, который используются для этих двигателей, стали потом использоваться в искусственных клапанах для сердца. То есть, представляете, какой неочевидный трансфер технологий из космонавтики в медицину. Помимо этого, конечно, много всего мы получаем, много сервисов разных из космоса, да, то есть, понятно, это навигация, понятно, когда-то была важна связь. Сейчас очень интересно, насколько искусственный интеллект в космонавтике тоже активно применяется. Тоже один из примеров, который меня поражает, это использование искусственного интеллекта, космических данных для, допустим, сельского хозяйства. То есть, сейчас мы из космоса получаем очень много фотографий. Вообще сейчас нет проблем с этим, да, очень дешево эти фотографии строят. И настолько этих фотографий много, что проблемы с их обработкой. И есть компании, которые фокусируются на искусственном, ну, с помощью искусственного интеллекта они обрабатывают вот эти вот фотографии. Каким образом? Значит, берут фотографию, загоняют в искусственный интеллект, и он может анализировать, допустим, у нас есть какое-то поле. Мы сфотографировали поле, и до того, даже как поле засеяно, можно спрогнозировать, какой будет урожай на этом поле. Более того, даже с помощью искусственного интеллекта можно увидеть, где какие вредители есть в этом поле. И тогда фермеру нужно уже не все поле опрыскивать, да, удобрениями, а прийти локально и уничтожать вредителей. Вот настолько интересное применение, по сути, космонавтики и искусственного интеллекта. Ну, и, конечно, а какое место тут Марс имеет, на самом деле, покорение других планет? Зачем нам вообще на другие планеты летать? Ну, еще Циолковский говорил, да, что Земля — это колыбель разума, но нельзя же вечно жить в колыбели. И, в принципе, сейчас человечество, как биологический вид, представляет собой вот такого вот маленького ребенка, который только-только научился ходить в свои колыбели, и этот ребенок только делает свои первые шаги в космическом пространстве. И для того, чтобы этот ребенок эволюционировал, ему, конечно, нужно исследовать новые территории. И, на самом деле, если, в принципе, посмотреть, как развивалось наше человечество, то самый активный рост эволюции, да, экономики происходил как раз, когда вот осваивались либо новые территории, либо находились новые принципы для жизни. Ну, например, вспомним древние времена, да, когда охотились на мамотов. Что произошло? Всех мамотов перебили, настолько орудия труда были совершенными, да, что нужно было искать какие-то новые способы для жизни. И люди пришли к собирательству, к земледелию, да, к тому, что стали выращивать растения, выводить скот и так далее. Полностью социальный уклад поменялся. И, конечно, это дало, ну, рост, в принципе, человеческому самовосприятию, можно так сказать. Ну, и, конечно, освоение новых земель тоже приносит всегда большую пользу, да. Вспомним освоение Америки, конечно, там было все не суперэкологично, да, но все же началась торговля, ресурсы, взаимоотношения какие-то и так далее. В этом плане видится освоение других планет тоже как следующий логичный шаг. Осваивая новые территории, новые земли, мы, во-первых, создаем новые технологии того, как нам жить на этих землях. И потом эти технологии приходят в нашу жизнь. Ну, и, конечно, там тоже какие-то уникальные технологии будут создаваться. То есть, представьте, на Марсе появляются первые колонии. Туда прилетают самые современные ученые, которые есть в мире. Они создают какие-то уникальные технологии. Эти уникальные технологии возвращаются на Землю. Земли частные компании решают полететь на Марс в рамках маркетинга, тоже какие-то услуги там оказывать и так далее. Начинается торговля, замеобмен ресурсами и так далее. И, конечно, видится, что следующий вот такой большой скачок для, в принципе, экономики, это как раз освоение Марса. И кажется, что это совсем не скоро. Но на самом деле технический прогресс очень быстро в нашу жизнь приходит. Парочку примеров. Вот смотрите. Нью-Йорк, две фотографии. На левой фотографии все перемещаются на лошадях. На правой фотографии на автомобиле. Как думаете, сколько разница в годах? Ну, почти. Есть еще мысль о три года. Мы, конечно, технари очень оптимистичны. Пять лет, да, я вижу. Тринадцать лет, друзья. Ну, не три года, но тоже довольно быстро. То есть за тринадцать лет автомобили полностью сменили лошадей. В этом плане в авиацию тоже, если взять, я всегда каждый раз, когда летаю на самолете, думаю, блин, насколько же это доступно для каждого из нас, просто сеть и полететь в другой город. В пятьдесятые, шестьдесятые годы полет на самолет могли себе позволить только бизнесмены, да. То есть это было определенным показателем статуса выхода в свет. Они там проводили бизнес-встречи, да. Если переводить на наши деньги, билет стоил примерно на пять тысяч долларов. Через десять-пятнадцать лет цены упали в два раза. И сейчас с космонавтикой, на самом деле, происходят очень похожие процессы. И, на самом деле, текущий, 21-22 год, он стал переломным для космического туризма. Почему? Потому что за год слетало в космос туристов больше, чем за все предыдущие года вместе взятые. О чем это говорит? Что космос становится доступнее, космос становится дешевле, появляются компании, которые такие услуги оказывают. Это значит о том, что, скорее всего, каждый из нас действительно сможет полететь в космос. Как думаете, а сколько стоит вот такой туристический полет в космос? Есть мысли в рублях? Пятьдесят тысяч долларов. Еще варианты? Семьдесят миллионов — это рублей. Сорок миллионов. Смотри, здесь есть два типа полетов. Одни полеты — это суборбитальные. Когда мы просто поднимаемся на высоту 100 километров и возвращаемся на Землю. 15-20 минут такой полет длится. Он стоит примерно 30-50 миллионов рублей. Примерно. Если полеты орбитальные, как летал Гагарин, то есть полноценный космический туризм, он стоит примерно 5 миллиардов рублей, то есть 50 миллионов долларов где-то. То есть 50 миллионов рублей и 5 миллиардов. То есть появились технологии, которые позволяют гораздо более дешево летать в космос. Получается, что цены на космические полеты падают. И я, например, глубоко убежден, что к концу столетия полет в космос будет доступен для каждого человека точно так же, как авиация, потому что процессы происходят очень похожие. И на самом деле сейчас, если посмотреть, то если раньше было 5-6 стран, которые в космос могут позволить себе летать, то сейчас уже есть сотни частных компаний, тысячи частных компаний, которые оказывают космические услуги. И если вы хотите сделать свой стартап, как раз применение для космонавтики очень актуально на самом деле. И сейчас, например, доля государственной космонавтики от всего рынка – это всего лишь четверть. То есть космонавтика становится все более частной. И это как связано с Марсом. Как раз появляется больше частных компаний. Эти частные компании помогают государству и создают некоторые технологии как раз для того, чтобы полет на Марс был возможным. И как раз эти же частные компании проводят как раз миссии по подготовке полета на Марс. Наконец, я долгое предисловие и возвращаюсь к теме, о которой я сегодня хотел поговорить. Но для начала вас хочется окунуть немножко в атмосферу Марса. Значит, немножко интерактива, принято же спикерам интерактива делать. Две фотографии. Одна с Земли, другая с Марса. Какая с Марса, друзья? Левой с Марса, как поняли? По качеству изображения. Но вообще-то тут еще растение видно немножко. Это качество изображения, это я накосячил, когда переносил на самом деле. Окей. А здесь? Левой с Марса? А почему? А почему цвет облаков другой? Конечно, отлично. Мне нравится сегодняшняя аудитория. Конечно, то есть атмосфера Марса на 95% состоит из углекислого газа, поэтому солнечный свет немножко по-другому отражается, поэтому закаты на Марсе вот такие вот синие. А вот здесь? Справа Марс, а слева что такое тогда? Шоколадка. Шоколадка Марс, да, батончик? На самом деле, и то, и то Марс, друзья. То есть и то, и то Марс. А вот что это такое? Что за вот эти линии? Не, не марсоходы. Реки, реки. Да, то есть действительно на Марсе мы сейчас видим отчетливо следы рек. То есть на Марсе действительно текли реки, но просто сейчас физические условия такие, что на Марсе, к сожалению, вода пока что не может существовать. Окей, а вот это? Земля или Марс? А как думаете, где это на Земле? Почти. Гавайи, друзья. Конечно, сложно угадать, но это Гавайи. То есть на Земле действительно есть очень много местности, которая похожа на Марс. И люди очень активно эту местность используют как раз для подготовки миссий аналоговых. Значит, что такое марсианская аналоговая миссия? Люди находят местность, которая похожа на Марс, строят там базу и селят туда людей. На неделю, на месяц, на год по-разному. И эти люди полностью медицируют жизнь на Марсе. Используют марсианскую еду, используют роверы, которые будут потом на Марсе использоваться. Проводят разные эксперименты и так далее. Ну и так совпало, что такая марсианская миссия проводилась на моей исторической родине в Армении. Я, конечно, не мог пройти мимо такого события. И вот как раз Армянские горы, если кто-то был в Армении, как раз вот эта вот Араратская долина, действительно местность там очень похожа на Марс. И построили, значит, Австрийский космический форум, австрийцы вот такие миссии проводят. Они построили вот такую вот длинную продолговатую базу как раз, чтобы имитировать жизнь на Марсе. В принципе, вот такие аналоговые миссии, они делятся на два разных, скажем так, направления. Короткие миссии, да, вот двухнедельные, трехнедельные и так далее. И длинные, полугодовые и так далее. Как думаете, а в чем отличие? Зачем делать короткие и длинные? Чтобы кукушка не поехала. А зачем тогда на двухнедельной миссии делать такие короткие? Разве можно что-то протестить? На самом деле в коротких миссиях тестируются технологии. Именно роверы, именно эксперименты, да. А в длительных уже более важны психологические аспекты, да. Как сделать так, чтобы пять космонавтов друг друга не убили в течение этой миссии. Вот. И вот как раз короткая миссия у нас была месячная. И мы в первую очередь тестировали роверы. То есть как люди взаимодействуют с роверами. Какие задачи могут решать роверы, какие задачи могут решать люди. И вообще очень интересный эксперимент был, например, как удобнее управлять марсоходом. Было три типа управления. С помощью клавиатуры, с помощью джойстиков и с помощью нейроинтерфейсов. То есть одевают интерфейс, шлем, космонавт думает, марсоход езжай вперед, и он едет. Для меня это что-то футуристичное. Для вас, наверное, как специалисты в IT это более понятно. Но интересно, что это тоже тестируется. И марсоходы тоже очень разные. Маленькие, которые занимаются навигацией. Вот такие вот здоровенные. Кстати, маленькие, он примерно такого размера. Здоровенные, которые помогают космонавтам в каких-то сложных технических задачах и так далее. На самом деле интересно, что обнаружили, что роверы довольно застеченные существа. И они не очень любят давать интервью. Хотя очень хотелось на первых, на публичных днях давать такие интервью. Значит, конечно, роверы очень активно взаимодействуют с космонавтами. И действительно, сейчас мы понимаем, что для будущих марсианских миссий, конечно, роверы будут необходимы. То есть чем больше мы таких миссий проводим, тем более становится это понятным. Интересно, что, конечно, помимо роверов нужно было отработать эксперименты. И одни из важнейших экспериментов, которые будут проводиться на Марсе, это то, как там выращивают растения. Мы все видели марсианина, все же смотрели марсианина, да? Видели, как выращивают картошку прямо там. На самом деле это немножко неправда, потому что на Марсе грунт токсичный, да? И просто так выращивать картошку в этом грунте не получится. Поэтому нужно будет провести некоторые манипуляции для того, чтобы его подготовить. И как раз космонавты испытывали некоторые технологии, как можно наиболее просто выращивать там растения. И на самом деле я наблюдал, как они с такой большой любовью этим всем занимались. Мне вспомнился вот этот мем, когда мы не понимаем наших бабушек-дедушек, которые там с рассадой, да? Но, видимо, космонавтам тоже это приятно, потому что это хоть какое-то соприкосновение с Землей. Значит, вот примерно так эта база выглядела, а космонавты перемещались на вот таких вот квадроциклах, потому что скафандр весил примерно 50 килограмм. И на самом деле, чем больше мы делаем такие марсианские миссии, тем больше мы понимаем, насколько действительно сложен такой полет, насколько действительно сложна жизнь на Марсе. Как думаете, с какой бытовой проблемой мы сталкивались довольно часто, то есть несколько раз за миссию, с которой на Земле мы практически не сталкиваемся? Есть мысли? Бытовая проблема на Марсе. Сходить в туалет? Но там были, кстати, обычные туалеты, это мы не тренировали. А это они же делали выходы примерно на 4-5 часов, и поэтому надевали памперсы, космические памперсы. Есть мысли, какие бытовые проблемы? Электричество, друзья. У нас три или четыре раза в том селе, в котором мы проведили эту миссию, проводились какие-то работы, электричество отрубалось, и приходилось останавливать миссию. То есть даже вот такая простая, по сути, бытовая задача на Марсе требует больших усилий. Моя задача в этой миссии была в том, что я находился в центре управления полетами, в котором, то есть вот есть база, и есть центр управления полетами, который с этой базой взаимодействовал. Что самое важное в центре управления, самая большая... Как думаете, какая самая большая сложность, в принципе, в работе в центре управления при взаимодействии с Марсом? Есть мысли? Задержка связи, да. То есть до Марса лететь примерно 50 миллионов километров, сигнал до туда долетает примерно, ну, в среднем, там, за 10 минут. То есть 10 минут туда, 10 минут обратно. То есть если вы сообщение отправляете к космонавтам, 10 минут оно летит туда, если космонавты отвечают сразу, Да, то есть это примерно 20 минут минимум. То есть наша работа, большинство времени, выглядела вот примерно так. И действительно, это сложность, потому что у космонавтов должно быть больше свободы для того, чтобы принимать решения. Они должны быть более адаптивны. В отличие от МКС, да, на МКС космонавты всегда могут обратиться, ну, практически всегда в ЦУП, что-то спросить. Да, на Марсе, конечно, этого сделать практически нельзя будет, да, то есть задержки будет, и то там есть некоторые окна, ну, не суть. Вот, поэтому вот то, как взаимодействовать с космонавтами, тоже очень интересная задача, на которой мы занимались. Ну, и, конечно, очень много интересных таких бытовых моментов тоже происходило. Например, вот такая фотография, которую я очень люблю. Значит, космонавты выходят из базы, а им навстречу стадо овец. Где бы такое могло произойти, кроме как не в Армении. На самом деле это выглядело очень интересно. Ну, и, конечно, таких миссий проводится в мире очень много, да. То есть вот тут космонавты радуются тем, что завершен эксперимент, завершен рабочий день, да, и можно пойти немножко отдохнуть. На самом деле таких миссий в мире проводится довольно много, в том числе и в России. Например, в Институте медико-биологических проблем ежегодно проводятся эксперименты. Например, сейчас космонавты годовой эксперимент там проводятся. Но самый такой крупный эксперимент — это Марс-500, когда шесть космонавтов на 500 дней заперли на МКС. Наверное, что-то похожее мы испытывали на карантине, да, но космонавтам хотя бы за эту историю платят, да. Кто бы хотел в такой миссии поучаствовать, кстати? Кто бы хотел почувствовать на 500 дней, чтобы в изоляции? Отлично, интроверты, дайте пять. На самом деле, если у вас есть желание поучаствовать вот в таких аналоговых миссиях, это возможно. Конечно, если у вас есть деньги, это вдвойне возможно, потому что вы можете заплатить, ну, по ценам примерно 5000 долларов и побыть в роли вот такого аналогового астронавта. Ежегодно они там, даже не ежегодно, раз в несколько месяцев они набирают людей, да, так что есть желание почувствовать себя в роли космонавта, можно вот в такой миссии поучаствовать. Ну и, конечно, волонтерами в таких миссиях тоже можно поучаствовать. Вот примерно так выглядела миссия Mars 500, да, и несмотря на то, что не было выхода, то есть там, вот если вот в этой вармянской миссии там была возможность выйти на улицу, погулять на улице, провести какие-то эксперименты, да, то в миссии Mars 500 была вот такая вот просто изолированная зона, которая фактически и являлась вот этой площадкой для тестирования. То есть эта миссия была в разы сложнее, и, конечно, здесь самое важное было протестировать, как делать так, чтобы космонавты друг друга не убили за 500 дней на этой базе. Интересно, что таких баз несколько на Земле, конечно, в Америке, вот в пустыне Юта самая известная база, Марсианское космическое общество организует такие миссии, но эта база тоже совсем по-другому выглядит, да, то есть интересно тоже протестировать, а какая база на Марсе будет выгоднее, да. Вот такая вот длинная, круглая, да, и так далее, это тоже требует некоторых проработок. Но, возвращаясь к частным компаниям, да, несмотря на то, что очень много разных технологий разрабатываются, вот, например, есть частная компания, которая исследует, как с помощью 3D-печати из марсианского грунта напечатать вот такие вот, можно сказать, улии. И действительно, они эту технологию разработали, у них был грант от НАСА, и интересно, что вот эти технологии потом стали использовать на Земле тоже для построек в труднодоступных местах, да, то есть в какой-то местности проще поставить большой там 3D-принтер, чем везти туда материалы прорабов, рабочих, которые эту всю историю будут создавать. Значит, технологии действительно не стоят на месте, друзья. Как думаете, а какая самая большая сложность в полете на Марс? Что нам мешает уже сейчас полететь? Есть мысли? Радиация, что еще? И большая ракета. На самом деле, да, вот это вот две задачи, которые нам необходимо лишить для полета на Марс. Кто ее решает? Маск, конечно, нельзя поговорить про Марс, но не затронуть вопрос Илона Маска, да, сейчас, если будете читать новости, как раз в ближайший месяц планируется очередной пуск ракеты Starship, которая как раз должна стать вот такой вот отправной точкой для полета на Марс. Чтобы долететь до Марса, нам нужно разогнать космический аппарат примерно до скорости 60 тысяч километров в час. Для этого, конечно, нужна здоровенная ракета. Плюс, чтобы в полете еще космонавтам было комфортно. И вот внизу слева, да, это ракета «Союз», на которой наши космонавты летают. Starship примерно раза в три побольше, ну, вот, чтобы сравнили с Эйфелевой башней и так далее. Эта ракета уже активно испытывается. Было три полета. В третий полет они, наконец, добрались до космоса, да, и сейчас они тестируют технологию, там, посадки, перекачки топлива и так далее, и так далее. И действительно, вот, интересный момент, который меня впечатляет, да, что наши прабабушки и прадедушки мечтали о том, чтобы хотя бы перемещаться быстро между континентами, да, появились самолеты. Потом наши бабушки и дедушки мечтали о полета в космос. Появился Гагарин, первые полеты и так далее. А сейчас мы мечтаем уже о полетах на другие планеты, и, конечно, эти мечты тоже будут исполнены нашими детьми. И, возможно, кто-то из вас окажется в марсианской колонии, а, возможно, ваш ребенок станет одним из тех ученых, который будет такую миссию реализовывать. Буду рад на ваши вопросы ответить, друзья. У меня есть телеграм-канал, в котором я пишу про космос. Второе мое большое направление, я занимаюсь немножко переговорами, преподаю. Вот второй телеграм-канал у меня тоже есть. Буду рад пообщаться. Так, есть ли вопрос у нас? Есть ли добровольцы, кто сейчас с Маратом отправляется, значит, на миссию? Давайте, ваш вопрос. Добрый день, спасибо за лекцию. А не подскажете, а в России там тоже ведут кучу работ и кучу исследований по поводу полетов на Луну и на Марс? Только мы не строим большие ракеты, это экономически невыгодно. Мы делаем грузовики, которые будут доставлять на орбиту, а потом с орбиты уже будут к другим планетам отправляться. Это одна из технологий, которые наши сейчас разрабатывают и довольно-таки активно. И это, наверное, на порядок экономически выгодно. Тем более у нас очень много работ, в том числе и по, соответственно, по обитанию. А у нас даже не вопрос, а комментарий. Вам бы вместе сесть, и это немного батла. Ну давай, какой-нибудь коммент, ответ. Да, я не могу не ответить. Да, конечно. То есть про это можно отдельную лекцию сделать, как выгоднее добираться до Марса. То есть одна из технологий построить большую ракету, другая технология собирать на орбите корабли и их вместе отправлять на Землю. Конечно, у нас появилась ангара, сверхтяжелая, ну, ракета, которая может больше груз доставлять. Возможно, она как раз играет большую роль как раз в этих марсианских полетах. Спасибо за дополнение, спасибо за комментарий. Спасибо. Если еще где-то был, да, давайте. Привет, спасибо. Скажи технический вопрос. А вот, ну, надо разогнать эту ракету до 60 тысяч километров в час, а потом, ну, километров в секунду. А потом же надо ее как-то остановить. Есть, ну, там, есть как-то идея, как ее останавливать будут? Об Марс. Да, отдельно, ну, это тоже тема отдельная лекция. Здесь только 60 тысяч километров в час, это 16 километров в секунду, больше второй космической скорости, да, вот чисто по физике. Здесь небесная механика работает так, что мы от Земли даем отлетный импульс 60 тысяч километров в час для того, чтобы долететь до Марса, а подлетая к Марсу из-за того, что там притяжение работает, я просто не хочу в детали небесной механики углубляться, да, подлетая к Марсу скорость снижается сама собой, просто за счет того, что физика так работает, а она там, ну, цифры я, наверное, сейчас не назову. Соответственно, подлетая к Марсу, мы должны затормозиться собственными двигателями для того, чтобы снизить свою орбиту, найти в орбиту Марса. Следующий этап тормозится уже об атмосферу Марса, но тут есть вопросы, потому что атмосфера Марса примерно в 100 раз менее плотная, чем земная, да, поэтому тут тоже есть сложности. То есть это вот такой итеративный подход. Часть скорости снижается чисто за счет физики, потом, чтобы выйти на орбиту своими двигателями, надо затормозиться, да, и потом уже об атмосферу. Спасибо. Небесная механика очень поэтично звучит. Так, это очень. Так, и туда, а потом к вам, хорошо? Сейчас, сейчас у девушки, потом к вам сюда придем. Спасибо большое за лекцию. А подскажите, пожалуйста, вот реально, если колонисты появятся на Марсе, то они как-то будут отличаться от нас? У них вырастет второй желудок или третья рука? Вот, вот переживания, знаешь, уже, но уже присматриваются к программам, так что уже вроде... Не спугни, главное. Ну, как раз, скоро проверим, наверное. Здесь, конечно, много фантазий на эту тему происходит, но я просто парочку назову. Одна из историй в том, что там гравитация меньше, поэтому люди, по идее, должны быть там выше. Одна из историй. Потом, из-за того, что там радиационный фон, а у нас есть какие-то пигменты, которые реагируют на радиацию. Возможно, кожа людей, которые будут там, будет другого цвета, например, оранжевая и так далее. Другая форма головы, другие сосуды, кости тоже, с одной стороны, они более длинные, с другой стороны, более слабые, потому что меньше притяжения и так далее. Здесь можно фантазировать сколько угодно, но меня больше интересует вопрос, смогут ли такие люди, которые родились на Марсе, вернуться на Землю. То есть, насколько их организм будет эффективным, сильным. Есть, кстати, мультик такой про мальчика, который возвращается на Землю, рожденный на Марсе, влюбляется там в девушку, и вот у них там любовная история тоже. Рекомендую посмотреть, если этот вопрос интересует. Спасибо. Спасибо. Так, два вопроса у нас сначала к девушке, а потом к вам. Хорошо, вами закончим. Ваш вопрос. А если представить, что у нас есть все необходимые технологии, чтобы добраться до Марса, насколько мы готовы к тому, чтобы его осваивать? То есть, есть ли у нас все необходимые технологии, чтобы там какое-то время жить? Да, спасибо. Но здесь два момента есть. Первое. Американцы были на Луне. Да, это факт тех, кто занимается. Наверное, половина зала на меня такими глазами посмотрели, но действительно на Луне они были. И они спокойно на Луне жили по две недели. То есть, если в 60-е были, в 70-е были технологии, задача просто их адаптировать. Плюс на МКС люди живут уже годами. Да, поэтому эта задача фактически решена. Что нужно решить? Защиту от радиации, о том, что вот говорили. Как этот вопрос решается? Есть исследования, которые говорят о том, что если закопаться марсианский грунт на 3 метра, то уровень радиации будет как на поверхности Земли. Да, то есть колонисты будут жить под землей. Потом, надо вырабатывать кислород. И как раз на одном из марсоходов, на последнем, Perseverance, делался такой эксперимент. Там был прибор, который как раз генерирует кислород из атмосферы Марса. И эксперимент был успешным. Осталось только масштабировать вот эту историю. Потом сейчас тестируются разные термоядерные установки, которые могут вырабатывать энергию эффективнее, чем солнечные батареи. Да, они планируют их использовать, ну, протестировать на Луне, а потом отправлять на Марс. То есть, скажем так, это вопрос постановки задачи. Если инженерам скажут, мы летим, все технологии будут сделаны, да, потому что действительно до Луны уже добирались, и в космосе мы уже активно живем. Еще одно возражение снято, да. Давайте, финальный вопрос, и отпустим Марата, прошу. Да, Марат, добрый день, спасибо за очень интересную лекцию. Вопрос следующий. Значит, марсоходы, которые сейчас находятся на поверхности, они ищут органику, да. Я, ну, как бы, интересуюсь этой темой, я знаю, что результаты, которые были получены, конечно, есть вероятность того, что уже был произведен перенос, да, там, какие-то микроорганизмы уже с Земли могли попасть на Марс, да. То есть, а мы же ищем, что, ну, есть ли жизнь на Марсе, вот главный вопрос. А при этом вы говорите, что есть, ну, долгосрочные планы о том, что мы, там, картошку выращивали, да, или сделали какие-то, там, так сказать, марсианские базы. Нет ли здесь противоречий в этих двух целях найти жизнь, да, и когда мы туда придем, результаты уже будут неточными? Давай. Это, кстати, очень интересно. То есть, вопрос в чем, да, то есть, мы Земли отправляем марсоход на Марс, он занес какие-то земные бактерии, прилетел следующие эти бактерии, нашел, ага, на Марсе есть жизнь. На самом деле, есть определенные стандарты, по которым готовят космические аппараты, именно межпланетные, для того, чтобы такой истории не произошло. Вот здесь вопрос, насколько эти стандарты эффективны, да, но действительно такая проблема есть, то есть, к этому готовятся, да, то есть, когда будет полет вот этой базы, базы, да, там, элементов каких-то, конечно, будет какая-то предварительная работа совершена. Ну, насколько я понимаю, конечно, не силен планетология, но по, скажем так, по типу бактерии можно определить, по, там, где она находится, еще по каким-то условиям, земная она или марсианская, да, то есть, даже если мы Земли что-то занесем, то это можно будет идентифицировать каким-то магическим для меня, но химическими, все-таки, процедурами. Но вопрос очень интересный, спасибо. Спасибо, друзья. Марат Айропетян, спасибо большое за выступление. Тут вот вдохновил людей.